Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 27 апреля, и глядя на рынок на текущий момент, мы видим, что рынок замер в ожидании сегодняшнего заседания Европейского Центрального Банка. И давайте начнем с пары евро-доллар, посмотрим, что на текущий момент происходит с технической точки зрения по данной паре и по всем остальным инструментам. Пара евро-доллар вчера дошла до локальных максимум в области 1.0950, а во второй половине торговой сессии скорректировались до уровня 1.0855, и на текущий момент мы видим некоторую остановку, то есть не смогли вчера обновить локальные максимумы, и ближайший коррекционный уровень на текущий момент отмечен в области 1.0855 на уровне минимума вчерашней торговой сессии. Уходить ниже данного значения может говорить нам о начале коррекционного нисходящего движения по паре евро-доллар, но на текущий момент тенденция на укрепление евро все также остается. Напомню, что в 15.30 сегодня будет заседание Европейского Центрального Банка, и посмотрим, как рынок на него среагирует. Пара британский фунт и американский доллар вышла из диапазона, вчера пробовали уйти выше отметки 1.2849, но во второй половине торговой сессии торговались только вблизи данного уровня, полноценного пробития мы не видели, но сегодня с утра уже пара уходит выше данного уровня, что говорит подтверждение восходящего движения по данной паре. Ближайший разворотный уровень на текущий момент, который мы можем отметить, находится в области 1.2805. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Вчера обновили локальные минимумы, ушли ниже поддержки 1.7476. Сегодня с утра корректируемся вблизи данного уровня. Ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить по данной паре, находится на максимуме вчерашней торговой сессии в области 1.7554. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция остается на ослабление австралийского доллара. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня с утра уже торгуются вблизи 1.3542. Это меню, который был зафиксирован вчера. Также мы видим, что открылись повышения, дошли до отметки 1.3646. То есть фактически показали локальные максимумы. Но тем не менее с утра спустились ниже до уровня 1.3543. Уход ниже отметки 1.3542 и закрепление за данным значением открывает предпосылки на начало нисходящего коррекционного движения по паре американский доллар-канадский доллар. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают также свое восходящее движение. Вчера обновили локальный максимум, дошли до отметки 111.77. На текущий момент торгуемся вблизи отметки 111.25 и один из важных уровней, который на текущий момент мы можем отметить, коррекционный уровень на минимум вчерашней торговой сессии, это область 110.84. На текущий момент пока торгуемся также выше данного значения. Тенденция основная остается на укрепление американского доллара по отношению к японской иене. Пара евро-фунт вчера ушла ниже минимума 25 апреля. Уровень в области 84.77, поэтому на текущий момент мы можем говорить о начале нисходящего краткосрочного движения по паре евро-фунт. Соответственно, был пробит вчера данный уровень, сегодня и вчера корректировались за него, но уйти выше максимума мы не смогли, поэтому на текущий момент коррекционный уровень находится на максимуме вчерашней торговой сессии в области 85.30. Поэтому на текущий момент тенденция краткосрочная по паре евро-фунт формируется на понижение евро данной валютной паре. Индекс DAX после обновления исторических максимумов не может уйти выше, поэтому на текущий момент мы видим то, что индекс торгуется вблизи отметки 12.427. Это минимум, который был сформирован 25 апреля. Вчера в конце торговли попытались уйти ниже данной отметки, но вернулись обратно в область 12.428-12.487. Соответственно, на текущий момент о начале коррекционного нисходящего движения мы можем говорить после ухода ниже минимума, который был зафиксирован 25 апреля. Золото также продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить, пока находится также на максимуме 25 апреля по значению 1278 долларов за тройскую унцию. Уход ниже отметки 1259, то есть следующий импульс нисходящий уже позволит нам переместить коррекционный уровень за максимум вчерашней торговой сессии. Нефть марки Brent также несколько остановилась. Вчера не смогли обновить локальные минимумы, видели подход к максимумам 25 числа, что нам говорит о замедлении на текущий момент нисходящего движения по нефти. Если говорить о коррекции, если говорить о покупках, то нефти нужно уйти как минимум выше отметки 52.47. Обновление локальных минимумов 51.27 подтвердит дальнейший импульс на снижение нефти. Ну и индекс доллара. Индекс доллара также находится на текущий момент в нисходящем тренде. Вчера локальные минимумы обновлены не были, поэтому на текущий момент разворотный уровень находится на отметке 99.23. Это максимум, который был зафиксирован в понедельник. Уход выше данного уровня может нам сказать о начале коррекционного восходящего движения по индексу доллара. Обновление локальных минимумов в области 98.56 подтвердит следующий импульс на продолжение нисходящего движения по индексу доллара. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся на следующих обзорах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok